Второй областной конкурс детского художественного творчества на тему «И деревни, и село. Своё имели ремесло» состоялся в выставочном зале «Феникс». 270 работ из шести областных учреждений дополнительного образования приняли участие в конкурсе. До финала дошли 97. Это лучшие работы, создатели которых максимально ярко и точно смогли выразить свои знания и мысли на холсте. Перед тем, как взяться за карандаш и кисти, художнику необходимо внимательно изучить историю, прочитать не одну книгу о рукоделии и ремесле. Также важно внимательно рассмотреть орнаменты народных вышивок и распутать не один завязанный рукодельницей узелок. Изучение с помощью рисунка, когда сам ученик нарисует тот или иной праздник, или тот или иной вид ремесла, или даже предмет быта, или избу крестьянскую, когда нарисуют, посмотреть одно, а нарисовать – это уже другое, это уже более глубоко. Посетители выставки получили возможность заглянуть в прошлое и с помощью картин. Сюжетами для них стали «Народное гулянье», «Мой дед пчеловод», «Семья гончаров», «Вязание». Эти работы позволили узнать, как жили и чем занимались наши предки. У каждого конкурсанта был свой источник вдохновения для написания картин. «Моя бабушка Ира часто печет пироги, и это вдохновило меня нарисовать такую картину, где девушка хочет побаловать свою семью свежей выпечкой». «Мне нравится вязать. Я пробовала, и мне это очень понравилось. Известно, все девушки на Руси умели вязать. Сегодня выставка посмещена теми ремесло, и я решила нарисовать кузнеца». Дети возрасте от 5 до 12 лет систематически занимаются в клубе художественной школы и имеют внушительный багаж знаний русской культуры за плечами. Преподаватели основательно готовят участников конкурса не только накануне праздника или очередной выставки. Работа с детьми ведется регулярно. «Конечно, надо изучать эти глубинные пласты, символику этих вязаний, вышивки, песен, сказок. И только этим наш народ сохранит свою идентичность, свою культуру, и духовность, и наш русский народ будет продолжать свои традиции». Отдельное место в выставочном зале выделили натюрмортом. Посуда и другая хозяйская утварь также являются неотъемлемой частью старорусской культуры. Все представленные работы юных художников многогранны и познавательны. Зарядиться положительным настроем от искреннего детского творчества и окунуться в атмосферу старины приглашаются все желающие. Выставка продлится до 18 февраля.